всем привет с вами кекс и сегодня мы будем с вами взбивать сливки ничего сложного но все почему-то этого очень сильно боятся и я вам покажу как именно это делаю я здесь нет вообще ничего такого прям супер сверхъестественного и нужно знать несколько нюансов я покупала сливки у нас на рынке продается с молокозавода сливки жирностью в 30 процентов до советуют брать сливки 33 процента минимум жирности но при этом все говорят о том что вот очень сложно их там можно перебить там долго не взбивайте там все очень страшно поэтому я беру сливки чуть менее более жирные наверное извините за тавтологию не такими жирными эти пару процентов довольно таки играют роль сливки тогда не так перебиваются и более лучше себя ведут что хотелось бы рассказать о сливках я кстати не буду замедлять это видео чтобы вы понимали по времени сколько это приблизительно времени занимает и чтобы вы не делали это там минут 15 не били там ничего страшного в этом нет у меня здесь в пакете я покупала 600 грамм сливок на тортик мне будет нужно всего лишь 300 грамм вот я так на глаз отмерила половину пакетика своего и сейчас я это и буду взбивать сливки не очень любят много сахара то есть туда не надо бухать пол килограмма сахара буквально на каждые 100 грамм 1 с горкой столовая ложка и это вполне достаточно и получается очень нежный крем конечно если вы может хотите там какого-то супер приторного вкуса но в моем случае это будет торт сникерс и мне наверх нужен крем который оттеняет карамельный крем то есть у меня два вида крема один карамельный один сливочный то есть мне нужно не очень сладкая и этого мне с головой достаточно 3 столовые ложки в виде с горкой плюс я немножко добавляю ванильный сахар он у меня именно сахар поэтому там буквально тоже еще пол столовой ложки получается именно сахара вот сливки я слегка чуть-чуть подбиваю единственное что должно быть обязательным при взбивании сливок это они должны быть хорошо охлаждены если я только буквально приезжаю с рынка с купленными сливками я их ложу минут на 15 в морозилку чтобы они хорошо подстыли или они вот у меня лежат несколько часов в холодильнике то есть кто-то еще там взбивать на льду это все очень серьезно это все очень плохо есть конечно протестанты и того что я использую загуститель для сливок но сливки еще раз скажу у меня 30 процентные они взбиваются и так они держатся и так но я переживаю что они могут потечь у меня в торте торт у меня будет под мастику и мне эти глупости не нужно не нужно чтобы я так как положила так все и осталось и при этом чтобы это осталось нежным плюс этот пакетик загустителя написано что его используют на 200 грамм сливок я использую пол пакетика на 300 грамм то есть ну там того крахмала попадается но настолько мало что это даже смешно говорить о том что это очень плохо то есть я в этом особо вреда не вижу мы и не столько крахмалов съедаем в каких-то продуктах которые даже и не подозреваем об этом будь то варенье джем и прочее что могут покупать там люди и ну мороженое и все остальное вот у меня загуститель доктор от кир я его реально использую вот пол пакетика на свои 300 грамм жалко что камеру здесь я не могу приблизить так как руки заняты и не видно что сливки в принципе загустевает и так что бороздочки остаются я так вот на глаз пальцах пересыпаю смотрю добавить мне не добавить и нужно еще какое-то время подбить я в принципе не переживаю что мне сливки перебьются там отойдет масло ну как бы потому что я же говорю у меня сливки не супер жирны в этом большой плюс вот вы видите начинают появляться отличные бороздки то есть этот крем уже довольно густой получается то есть он уже будет стоять этот крем очень нежный на любые корзинки и на все остальное то есть и я его расхвалить не могу но он очень довольно нужен кондитерам я думаю мое видео вам в чем-то подскажет в чем-то ваши страхи уберет по поводу сливок то есть ничего страшного в этом вообще нет не бойтесь пробуйте я думаю что мое видео будет для вас полезным вы видите вот стоит на кремовая текстура вы еще в тортике посмотрите как я буду выкладывать что все довольно плотненько и супер так что с вами был кекс надеюсь что вам помогли и подсказали чем-то мои видео если вам понравилось ставьте пальчики вверх еще отвечу на любые вопросы что не успела рассказать допустим видео а вы это заметили так что спрашивайте все расскажу пока пока